Сериал создан по мотивам реальных событий. Отдельные персонажи, имена, названия, инциденты, локации и факты придуманы с драматическими целями. Любое сходство с именами, характерами или историей кого бы то ни было, не преднамеренно и случайно. Так, вот такая сушка Хайра. Ничего не открывается. Найдерфиктор, как у Люкса. Сушку делаю первый раз и впервые в жизни вижу. Ну, уже, в принципе, все понятно. Ну, либо подшипник, либо ролики. Сейчас посмотрим. Сколько лет? С парой, что ли? Без парой, да? Без парой она, да? Да, без парой. У нас фильтр на перелив. Ну, все. Сейчас посмотрим. Так. Угу. Так, вот так, вот так. Так. Ну, по-моему. КОНЕЦ КОНЕЦ Ничего нет Ничего нет Надо снимать А вы что разбирали здесь, не помните? Я разбирал вот эту часть Ну, эту тоже скидывал У них же фильтр Он такая система Ну да, внутри я вижу Я пытался радиатор почистить Я до него до конца не добрался Потому что там надо еще больше взорвать Я уже понял, что У меня могут быть проблемы со сборкой обратно Ну да, чем больше Очистил как мог И в принципе Было достаточно Я сам его снял Ну, радиаторы здесь снимаются Получается, они запечатаны И чтобы добраться хотя бы до переднего радиатора Нужно скидывать все Ну да В итоге вы на полпути остановились, да? И не почистили этот радиатор? Нет, я почистил, как смог подлез Освободил И там такая церковь просто получается Вот я в нее подлез Основной слой, который на нем налипл Снаружи Много налипло? Ну, неплохо Ну, это она, наверное, год поработала Год Ну, фильтрация такая себе То, что доступа нет Если бы я знал, конечно, что У кого-нибудь другого искал Ну, я понял Ну, поэтому вы не знали, да? Ну, как Смотрел, я не догадался, что это будет Ну, такой проблем У нас еще и ролики Ну, да Ролики, правда, я даже не знаю В интерленте, по-моему Я так понимаю, вы все эти хайли не особо недолюбливаете в ремонте? Да Ну, вот смотрите, вот я сейчас снимаю переднюю панель Вот у нас 4 болта, тут открутил И теперь вот это нужно снять Чтобы она отщелкнулась Но она, видите, не отщелкивается И Моя сейчас проблема внутренняя Либо чуть сильнее нажать, либо сломать Я если сломаю, то будет, конечно, очень плохо Поэтому я пытаюсь сделать как-то это минимально Она почему-то у меня, но не хочет отстегиваться У вас она отстегнулась У меня, ну, я тоже с ней помошился Да, но Она не спеша, но как-то Ну, конечно, не хочется Ну, конечно, не хочется Потому что тут они сделали два болта Я разговариваю, не вижу Вот, все отстегивается В одном месте один болт здесь И выше точно такой же Ну, я понял, логика где-то Ну, то есть Зачем? Прям одно дело, когда Снизу болт и поднят там на 3 сантиметра А они здесь и прям вот на сантиметр Я выкрутил даже То есть У меня же логика какая Снизу, сверху болт Если он сверху, значит, еще выше не должно быть Так Окей Здесь можно вот так поставить Ну да, и вот здесь Вот так Ну ладно, я первый раз разбирал Я много чего первый раз разбирал Ёпта А Ну и че? Я не смотрю Это не Под��ный В单 Меня Ну devil Иисун здесь что ли защелка нет ничего тут нет ни защелок ничего нет это молодцы причем болт вкручен в пластик что мы тут видим пусковой кондер компрессор у нас вообще не охлаждается типа места под вентилятор ну как видите корпус литой и компрессор у нас не охлаждается от слова вообще это наверное подобие на термодатчик да это у нас ролики один в один как у баши дальше вот такая вот сливной бутонасос к нему трубка еще один термодатчик фильтро-сушитель мотор инвертор карчатка уже с люфтом система тоже как у баша на больше всего интересует что компрессор вот такой вот маленький и у него банально нет охлаждения отработка здесь в стиле хайро ну вот он вам и хайро вверх на даме на 12 микрофарад как я и думал технику эту брать нельзя вот смотрите защита тут валяется здесь этот корпус надо сдергивать для того чтобы добраться до переднего тепловинника и ладно бы у баша тоже такая система была лет пять-семь назад но намылась и тут не моется смотрим что здесь здесь болты наверно да металл широкая резьба как нормальных машинках это в пластик но тут естественно металл откройте вернемся еще один ремень почему нельзя карчатку перенести сюда и отсюда вот уже вращается вот здесь вот карчатка нацеплена и сразу гнать воду сюда зачем создавать еще один ремень который в теории может порвать он такой тоненький зачем это делать 3188 даже без маркировка а чья фирма уже имеет свойство растягиваться ремень тут ремень тут ремень тут ремень 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 ремня почему нельзя карчатку сюда сделать и сразу сюда гнать как делают все производители в мире потенциал глобального потепления 1430 зато вот это вот указали это вообще что 260 грамм 134 хладагента очень мало понятно мне чтобы это снять теперь нужно вот это все снимать классно очень круто слышите меня уже шум какой то есть уже хрустит два года машинки все окей тогда принципе нормально должен и так снятся вот это чудо это что у нас стружка у нас уже стружка стружка это вот радиатор радиатор конечно же алюминиевый полностью радиатор как у меди тут и не пахнет скорее всего проблема чувства да вот это не придумали вот это это уже стружка поэтому тут нет это просто и снять его вот это же надо снимать что это за прижимные пластины так она скоро наскоро проезд ее статику снимает да нет почему она должна стать ику снимать пишите в комментариях зачем эта пластина медная ладно если бы щетка была тут все заземлена зачем она стружка вот это и есть снятие статики вот отсюда идет и стружка типа щетки что ли явно не магнит да это просто графитовая щетка теперь вопрос на засыпку откуда идет откуда идет звук звук по ходу вот отсюда идет вот она выработка здесь выработки нет думаю вот он и посвистывает это втулка это втулка втулка непонятно с чего вот ее здесь слизала вот она пыль вот она и трек такой втулки естественно у меня нет мы значит что сделаем и ключевая особенность с бельем только звук появляется без белья не появляется она была вот так она уже люфт имеет значит мы ее вот так переворачиваем ставим вот так короче вот расстояние почему что-то подшипник нельзя было поставить ну хайр ну молодцы короче сейчас это обезжирю блин а может смазки сюда добавить хотя нет нельзя 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 таки это втулка скольжение зачистим ставим обратно в общем система тут конечно ноу-хау велосипед придумали до велосипед которые 10 колесами вернее даже наверно ну да с 10 ремнями в общем вот эта втулка не знаю графитовая наверное или какая она какой-то в общем какой-то материал скользящим втулка скольжения вот и у нее вот стружка черная это от нее есть стружка и вот если посмотреть здесь нормально а вот здесь снизу эти выработка она даже слизно то есть тут шероховато поверхность а тут прям слизно и без белья нормально белье естественно но утяжеление идет и она так вот как раз звук у вас вот это жих-жих-жих и вот эта втулка ей скользит такой втулки я думаю даже она в интернете не продается поэтому сейчас мы единственно что делаем да видите она даже как бы смазку нет смысла здесь набивать это именно втулка скольжение она так и есть сейчас это просто чистим и банально переворачиваем втулку на 180 градусов ну и на ближайшие сколько там два года через два года надо уже искать эту втулку и менять ее я хотя бы знаю где она если что да да в общем я даже самому интересно ну я вот давайте так сейчас мы просто гуглим я обычный пользователь до втулка скольжение скольжение втулка скольжение суши это он всегда будет чистить это последняя статия о вот что то есть нет это не то ну вот она его до его даже ну вот вот опять же сушильных машин хайр это старая версия видимо втулки для сушильных машин можно прям саппорт написать будет ну да то есть да не видно не на зипе и вот нигде теперь ее нет вот они втулки скольжение это втулки они такие же как ну это графитовые втулки они точно такие же они у этих у стиральных машин бош есть говорится насосе но дело в том что там они с водой хотя бы и у них износ как бы у них на них нагрузки нет он вот так и здесь мотор вращается а тут соответственно на нее уже давит абразив какой-то не абразив вот тут какая-то шагрень и все вот она даже не гуглиться в интернете поэтому если она в интернете не гулиться я ее тоже не найду я ее так сфотка вам отошлю вообще по шильдику они должны вот серийный номер у них должно быть что-то ну вот она выемка поэтому значит мы ставим ее вот так вниз видите она шатается значит мы ставим так и она вот фиксируется гайкой на 13 ну и естественно это надо почистить фиксируем как-то она ну грубо говоря новая потому что особо у вас внутри нет то есть у нее еще скинем скинем перед скинем раз я здесь зачем это еще вот они придумали вот такую пластину я честно даже не могу понять что это это вроде даже и не статику снимает и ну вот именно какая-то пластина она крепится вот так вот она уметь только проводящие может видимо на старте ну как базу еще но так и металл только тоже только проводящие то есть она понятно дело корпус он заземлён если коп о там металл это металл ну то есть и будет эта втулка или не будет она в любом случае статику будет отводить то есть к ней же ничего не подсоединено как бы не но это явно для электричества соединение даже на медное но до медь лучше проводи это понятно но как бы для кого или для какого электричества для статического это какого из самое главное вот она стирается то есть она вот так вот становится и она стирается хорошо это это два года пройдет два года она и ваших и да и все да и она будет она вот эта резьба съест вот это все и как бы зачем тогда она вообще нужно я немножко не понял вот именно логику то что это вот она так прижимает все и вот она крутится и как бы на этом все чего она там снимает куда она снимает одно дело если бы все пластиковое было а вот это было но металлическая да да понятно кстати знает может у них какие требования регуляторов и прочие штуки усиленная безопасность вот это все они обязаны и поставить если эта штука прямо вот так дает на просто вот корпус заземлен и вами каких-нибудь бумажках написано что отвод статический там должен быть медный они вот просто иди ради этого поставили например так медь в работе очень часто сталкивались такими вещами что есть много формальности которые соблюдаются для того чтобы соблюдать не ну да это это естественно это от статики но блин это так реализовано ну вот металл он через графит графит не проводят для хотели проводят короче понятно что это от статики наверное миллион процентов от статики но непонятно реализация идея неплохая реализация я вот не пойму но она же сейчас сотрется и потом все здесь они налепили вот такую мягенькую штучку чтобы что я так понимаю что по корпусу не била звука не было да нет ну вот она крутится тут вибрации нет она же туда-сюда не ходит правильно сюда тут но у него горизонта же можно теоретически снижу может отжимать машинкой вот она уже ходит да не но это корпуса да он будет корпуса да будет ходить тогда весь корпус будет ходить а тут и наверно расчет хотя как она выйдет вот его 400 китайцы когда вот четыре самореза и вот тут втулки да то есть оно не выйдет никак вот четыре самореза у меня плюс у меня болт на 13 вот сейчас еще раз одну разговаривал не помню но я спрошу там конечно экспертов очень много у уаска это как реализовано у них действительно здесь вот подшипник и на подшипник вот потом идет вал вот этот вал флянец и там щетка графитовая она пружинкой вот щетка это она статику как умели тоже такой принцип она снимает статику то есть это давно везде все придумано но тут какой-то велосипед который скоро он в общем скоро да вот вентилятор еще сделали его здесь он приводится ремнем почему на вот эту вал не накрутить этот вентилятор и чтобы он сразу гонял воздух ну воздух суда то есть это вентилятор вот сделали привод ремня ремень это плюс узел это плюс какая-то механическая ну будущем ремень задачем 2 ремня будет либо будет 10 ремней ну графитовая пыль знаменитая вот такие вот ребята я когда покупал я вообще изначально думал самсунг взять вот а самсунг тот момент пропал и вылезал павер прайс этих там 120 спасибо это очень дорога поэтому у нас остался самсунг переделах 80 должен стоить больше принесете еще раз салфетки в общем чищу собираю не открою передок покажу что там что даже здесь надо открутить куда-нибудь представьте Я-май-май-май Так У меня еще один смартфон Темный Здесь? Открутил я его Я уже скидываю Я уже скидываю Я уже скидываю Ну, скидываю Да не, ну, вот этот мешает просто и все Абагабам! И чисти через эту решетку Круто вообще клетка клетка при желании вообще можно все сдернуть эту клетку но это жесть это жесть она естественно летая да ребята и вон уже ворс там ну я уже слышу я понял что это еще хорошо еще можно спасибо сказать да 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 здесь еще какие-то деболты просто не хочет здесь по вот есть да есть поэтому не могу понять здесь будут еще один должен быть здесь крутили болты нет сорван здесь все добрались спустя два часа да хрен давайте пересос Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка А там вал вставляется В самокат во втулку Втулка между валом Там шпилька была И у меня каким то случаем Там оказался такой саморез Один единственный С какой то машинки Отказался саморез Вместо шпильки закрутил саморез Он прям как будто там И был Туда сел и все Оон он катается В нужном месте В нужное время оказался Так, по поводу Хайра Все, дочистили, ну да Кстати, звонили мне И говорят, а что вы скажете о сушках Хайр Я отвечаю честно Я их никогда не разбирал Не видел вживую Но я уверен, они Не самого лучшего качества И как вы видите Во-первых, чтобы добраться до теплообменника Нужно снять верхнюю крышку Модуль Правую, боковую стенку Переднюю стенку Какие-то крышки еще, какие-то провода И чтобы его банально почистить Передние обслужить Это кто так делал? Так никто в жизни не делал Единственное, неразборные делали Это Бош, но они делали Мойку фильтра, мойку переднего фильтра Переднего радиатора вернее И то это было там 10 лет назад На современных у Боша Везде уже обслуживается Открывается Если хотите Но опять же, там мойка Передний радиатор не засоряется Засоряется ворсом Задний радиатор А тут 2 года И то он, говорит, разбирал Уже там частично чистил Частично То есть не как я полностью А вот разбирал Вы представляете Раз в год Вот этой Извините, херней заниматься Во-первых Во-вторых Почему нету охлаждения компрессора Я не поверю, что там жарко не бывает А если она в шкафу А если она закрыта Там же Охлаждение компрессора В любом случае должно быть Ни на одном Ни на китайце Ни на Миде Я не видел, чтобы не было охлаждения Первый раз я увидел Что охлаждения нет В-третьих В-третьих Блин, я сейчас выезжаю Сейчас, секунду А можете отъехать? Сейчас, секундочку Так Ну что Мы выйдем Да, мы должны выехать Ну так вот Никогда такого не видел В-четвертых Зачем столько ремней Просто зачем столько ремней Зачем так сложно это все делать Увидел я это только в Хайере Нигде больше я не видел такого Это не означает, что Хайер какие-то молодцы Придумали систему Это же не как АСКО Придумали 4 амортизатора Ну и она Эта система Амортизация Она работает Нет, это какая-то Ну непонятно что Зачем В-пятых Придумали эту втулку графитовую Она стачивается Это все пыль Она свистит В-шестых Зачем сделали Медный вот это Снятие статики Как я понял Там больше ничего не может быть А оно за 2 года Уже практически стачилось Его менять надо Ну в общем Ладно Как бы Мое дело Просто показать вам правду Я сам первый раз в жизни Открывал это Но как бы Если есть какое-то техническое знание Или база Или просто инженерный Склад ума Хотя я не профессионал Ну понятно же Что это очень плохо Это сделано Очень плохо Очень ненадежно Очень конструктивно Очень много ошибок Тупо И И самое главное Оно не продается По 20-30 тысяч Как Мидея Как Визгал Оно продается По 60-80 тысяч рублей Я видел эти сушки То есть это Премиум считается Ладно Все Дальше уже не буду Я думаю Вы все прекрасно поняли С этого видео Я когда его открыл Ну когда пришел Я в свою группу В телеграм это скинул еще Я не думал Что Я вообще думал Тиральная сушильная машина Оказывается Это стирка И он сказал Сверху сушка Я решил видос Только ради вас записать Чтобы вы просто Увидели это А так Надеюсь Я на Хайр Больше не поеду Всем спасибо за внимание До свидания Пишите кстати Что вы думаете По этому поводу Понравились вам Или нет Мне уже звонят Все Пока Пока